Развитие информационного общества на территории региона обсудили на заседании правительства. Тема эта всегда воспринимается неоднозначно. Управление информатизацией рапортует о внедрении новых технологий. Но практической пользы населению эти технологии зачастую не приносят. Ивановцы пока и сами не привыкли к благам цивилизации. Хотя, например, многие муниципальные услуги можно получить не выходя из дома. Все муниципальные услуги администрации города Иваново, 108, переведены в электронный вид. А это значит, что любой гражданин может получить информацию об услуге, скачать, распечатать и заполнить все необходимые шаблоны документов, а также познакомиться с актуальным регламентом оказания услуги в любое время и в любом месте, где есть доступ к сети интернет. Губернатор попросил довести до ума ГЛОНАСС. Вроде бы все функционирует, но как отслеживать работу скорых, пожарных, машин и общественного транспорта пока не ясно. Давайте начнем с города. Здесь это наиболее, так сказать, интересные правила. Да, получаем сегодня информацию задним числом, через день, когда какие маршрутки не вышли. А в идеале, получать бы прямо сейчас и прямо сейчас смешиваться в процесс. О том, что школьники смогут ездить в общественном транспорте по электронным картам, говорят уже давно. И, как обещают чиновники, итоги этой долгой работы можно будет увидеть буквально на днях. Оборудование, позволяющее работать с картами, находится в транспортных средствах. В ближайшее время, на этой неделе, будет дан старт данному мероприятию. В тестовом режиме в декабре школьники уже смогут начать ездить в транспортных средствах. Еще одной новинкой декабря в информационной жизни Ивановского общества станет запуск цифрового телевидения. Если верить обещаниям чиновников, то уже новогодние огоньки жители областного центра смогут смотреть в хорошем качестве. Для приема цифрового сигнала жителям необходимо использовать обычную телевизионную антенну дециметрового диапазона и современный телевизор, поддерживающий формат DVB-T2. Расходы могут ждать обладателей телевизоров старых моделей. Им придется приобрести приставку, которая будет принимать цифровой сигнал DVB-T2, либо купить новый телевизор. Ивановцы цифровое телевидение смогут посмотреть 30 декабря. Отключение аналогового телевидения в стране запланировано на 2017 год.